Состояние детей оценивалось как крайне тяжелое, угрожаемое для жизни. Процент ожога у всех трех девочек более 80%, из них глубоких более 65-75%. Местами конечности были обугленными. К сожалению, одна девочка поступила в крайне тяжелом терминальном состоянии, в состоянии клинической смерти, отсутствовало дыхание, отсутствовало сердцебиение. Отсутствовался пульс на сонной артерии. Проводились реанимационные мероприятия в течение 40 минут. К сожалению, ожоговая травма, несовместимая жизнь. На данный момент обе девочки находятся в отделении реанимации. Одна девочка помещена на койку клини-трон, это противоожоговая койка. Оба пациента на искусственной вентиляции легких, то есть обеспечение дыхания и респираторная поддержка поддерживаются аппаратами. У обоих девочек развились осложнения в виде пневмонита, эрозивного гастрита, ДВС-синдрома, острое повреждение почек. 24 часа в сутки проводится мониторинг гемодинамических параметров, проводится коррекция водно-электролитного, белкового, жирового и так далее обмена. Давайте на сегодня какие-либо прогнозы, мы не можем в состоянии, можем изменяться каждую минуту. Спасибо, у меня все. Рассматриваются несколько версий. Это в том числе короткое замыкание. И одна из основных версий это детская шалость. Пока что-то конкретно говорить мы не можем, потому что проводятся исследования, экспертизы. И более точно уже органы дознания Департамента управления полицией города Горкштаба уже смогут сказать после проведения всех экспертиз.